Привет! Я очень рад быть в вашем прекрасном городе и видеть вас всех. Хочу рассказать вам о IT-информационном искусстве, с которым я работаю. Я называю это графика звездной сложности. Я работаю с большим количеством клиентов в США, включая прорывные инициативы, работаю с большими журналами, такими как журнал New Scientist, Wired, с такими клиентами как HP, с крупными компаниями, которые обрабатывают Big Data. Во-первых, инфографика меня вдохновила впервые, когда я работала психологом в школе, школьным психологом и проводили тестермы детей под названием социометрия. У каждого ребенка была возможность ответить на три вопроса. Во-первых, кого ты пригласил бы на свой день рождения, кто бы лучший друг? И еще был третий вопрос, который я, к сожалению, не могу вспомнить. И мне нужно было визуализировать на карте вот эти ответы, создать карту класса. Я детей не знала, но я увидела на этой инфографической карте, кто был самый популярный, например, а кто был на самом деле самым одиноким. И мы, психологи, могли работать с этими детьми и помочь им, соответственно, быть не одинокими, конечно. И меня это по-настоящему вдохновило, потому что до этого это были линии, точки, а теперь я понял, что это мощные инструменты, и мы можем на их основании действительно что-то сотворить. Затем я начала делать некоторые рисунки, просто болтала по телефону, рисовала точечки, линии, знаете, все пытаются как-то отвлекаться за повседневными делами. И затем я постаралась как-то их оцифровать. И затем эти рисунки начали жить своей собственной жизнью, начали свой странный процесс эволюции. От простых волн они становятся элементами бигдата, медитативной работой, артом городов будущего, чем угодно. Это, казалось бы, абстракция, но на самом деле это инфографика, отражающая сеть. И я бы хотела помечтать о живущей и дышащей сети больших данных. Я люблю представлять, как сеть это вдыхает и выдыхает, как она разрастается и так далее. Следующее видео я называю «Информационный дайвинг», «Информационный нырок». Я сделала его лет шесть назад и своего рода это работа основанная на бигдата, вернее вдохновленная большими данными. Теперь я должна сделать так, чтобы видео про… Это верно. Вот такие вот штуки. Длинное видео целиком играть не будем. Можете посмотреть спокойно потом. Так вот, вдохновило меня то, как такая простая визуализация в таком стиле может показать нам мир в его связях. И я понимаю, что все есть информация, все есть связь этой информации. И я пытаюсь понять то, насколько далеко этот визуальный стиль может простираться, куда он меня может завести. Для моих клиентов я делаю реальные визуализации реальных данных. Это вот, например, визуализация, основанная на реальных данных. Я пытаюсь просто сделать это изображение более вдохновляющим, более красивым. Иногда даже я делаю метафорически воображаемые бигдата, потому что некоторые компании работают с гигантическими просто объемами данных. И иногда, когда вы пытаетесь показать их все, ну, это невозможно же показать как-то понятно и красиво. Они используют метафорические приемы для того, чтобы проиллюстрировать, насколько же эти данные на самом деле красивы и с математической точки зрения. Но вот эти данные, эта визуализация, это реальные данные, да. Эти иллюстрации сделаны... Вернее, здесь я пыталась сделать серию работ для того, чтобы описать наш мир во всей его сложности, в том, как он изменяется. Так называемая «вука», наверное, вы слышали этот термин. Также мне нравится представлять себе концепцию ноосферы. Впервые я услышал о этом термине, естественно, в произведениях, в книжках Вернацкого. Наверняка вы знакомы с его геосферой, ноосферой, семисферой. Так вот, в его книге он пишет о том, что вот это поколение ноосферу не поймет. Его поколение ноосферу не поймет, потому что это некая связь всего мира, некий единый разум, который вот покрывает, укрывает собой всю планету. Это мир знаний, мир связей, мир информации. И он говорит о том, что поколение его внучки и следующее за ним поколение, эту концепцию будет понимать гораздо лучше. Теперь, представив себе концепцию ноосферы, я хотела подумать о том, как вообще может выглядеть искусство будущего. Я уже начала над этим проектом работать. Это такие мандалы города, которые могли бы показывать, скажем, благотворительные организации города. То есть, чем больше благотворительности вообще в качестве активности в этом городе происходит, тем больше будет это изображение, этот символ. В самом начале мандала будет очень простая, но если благотворительностью заниматься чаще и больше, то этот индуистский символ будет расти. Но и результат, то, каким образом будет выглядеть этот символ, мы не должны знать. Мы должны удивляться, мы должны в конце концов взглянуть на это и восхититься. И нам интересно смотреть, как мандалы города могут вообще расти. Все мои мечты о будущем искусства, они связаны с моими снами о голограммах и моими мечтаниями о них. Дело в том, что я считаю, что практически все голограммы, которые на данный момент времени созданы, они фейковые. Подделки, просто проекции. А я мечтаю о реальной голограмме. Знаете, та, с которой можно интерактивно взаимодействовать, которой можно прикасаться и создавать. И именно это бы помогло бы нам воплощать наши мечты. Это могло бы приводить к созданию реально коллаборативных проектов, совместных инициатив. Это тот проект, который, я надеюсь, смогу сделать в ближайшем будущем. Это интерактивный храм. Видите, эти небольшие колонки. Колонны, вернее, они будут дышать. Мандалы будут вращаться. Вы можете с ними взаимодействовать. И мне кажется, такой храм может быть нематериальным. Я также люблю говорить о концепции данных в городах, о будущих городах. Я представляю себе большие массивы данных. Хранилища этих массивов данных, как архитектурные некие формы, которые могут пропускать через себя свет или, наоборот, быть непрозрачными. Мне нравится видеть их в виде таких фонариков, вокруг которых выписаны слова. Я люблю простые формы, полотна и куполы. Мне кажется, что в будущем роль архитектуры будет заключаться в основном в том, чтобы обеспечивать, создавать связь с природой. Энергию можно черпать из природы, и эта архитектура, черпая энергию из природы, будет тебя защищать. Я надеюсь, что в будущем такого рода конструкции будут закрывать, покрывать города. Города, которые сейчас подсвечены цветами электрических фонарей, в будущем будут выглядеть как огромные, огромные купола. Это мои мечты. Эти купола могут быть прозрачными, и, входя в них, любой уставший путешественник может отдохнуть. Ну и космос. Естественно, космос меня вдохновляет. Когда я была маленькой девочкой, я любила играть в игры. Моя маленькая комната превращалась в космический корабль, а я была ее капитаном. И могла пять лет лететь в направлении. У меня было маленькое окошко, и через него я могла видеть космос, который я пронизываю на своем космическом корабле. Сражалась с пиратами, решала проблемы. Я играла, играла. Годы шли. Я сейчас гораздо старше. Но иногда бывают такие моменты, когда сажусь я у своего компьютера и понимаю, что я все та же маленькая девочка, которая продолжает мечтать о космосе. Мне нравится визуализировать эти мечты картами. Эта визуализация, основанная на фактическом карте космоса 19 века, и воссоздала расстояние между звездами настолько точно, насколько это возможно. И каждую точку прописала с большой аккуратностью. Эти космические корабли были созданы Джей Джей Абрамсу. Для Джей Джей Абрамса мне однажды позвонили и сказали, у тебя 4 дня, чтобы двухмерные космические корабли нарисовать. Они мне позвонили, говорят, 4 дня, двухмерные модели. Давай, покажи весь объем своего безумия. Я люблю представлять, как они дышат, как они закрывают себя защитными щитами. И для меня такие корабли также выглядят, как огромные города. Это проект, которым я особо горжусь. Начался он очень забавно, потому что однажды я занималась созданием иллюстрации для... награды во власти фундаментальной физики. Я подумала, что это русские физики. Естественно, я подумала, конечно, я помогу российским физикам. Нарисовала иллюстрацию. Потом ребята, которые ко мне обратились, исчезли. А потом однажды через год иду в уголевую свою лабрадору, и мне звонят и говорят... Ты Татьяна? Мы тебя год искали. Мы вот ребята, которые награду физике вручают. Я говорю, привет, ребята, как дела? Как у вас там все? Нормально? Они говорят, да, все нормально, все, ничего так. У нас там все вроде путем... У нас тут награда миллион долларов. А оказалось, что награду эту создали Юрий Мильнер, Цукерберг, Сергей Бримм и Стивен Хокинг. Всю церемонию вручения на CNN транслировали. И Морган Фриман был ведущим. Мы с лабрадором такие, опа, удивительно, неожиданно. То есть оказалось, что моя работа попали и на большое телевидение. Очень здорово было видеть мои изображения, мои картины на заднике. Вот этой сцены, вот Стивен Хокинг, видите, прямо на фоне моих проектов. Я очень гордилась. Он написал пост в Фейсбуке с моими изображениями. Я была дико счастлива увидеть мое детище в этом посту. Что касается этого проекта, Я хотела бы просто еще раз подкрепить ту мысль, что важно об этих вещах говорить тинейджерам, молодежи. И Марк Цукерберг и его жена Пресцилла запустили такой челлендж для тинейджеров. То есть тинейджеры должны были снимать видео о теории, о науке, о математике, физике, науке о природе. И они потом выбирали, отбирали лучшие видео со всего мира. Очень интересный был проект. И, пожалуйста, расскажите своим тинейджерам, кого вы знаете об этом проекте, потому что он, мне кажется, замечательный. Ну и закончить я хотела на буквально нескольких словах об будущем искусства. Мне кажется, мы должны изменить наш способ воспринимать цифровое искусство, которое скоро будет повсеместным. Дело в том, что сейчас мы с этим искусством взаидействуем так же, как раньше взаимодействовали с картинами на стенах. То есть мы что-то проецируем, проецируем цифровое искусство на пол, на стены и делаем его интерактивным. Но цифровое искусство может быть гораздо более вдохновляющим. Оно может стать инструментом, который позволит нам друг с другом больше общаться, мечтать вместе, друзья мои из Питера. Уже прекрасный проект создали под названием «Райская реальность». где они собирают, в рамках которого они собирают сны людей, изображения из снов, которые люди часто во снах наблюдают, видят. И эти сны накладывают на дополненную реальность. Ребят, мы можем начать вместе мечтать, вместе видеть сны, и мы можем благодаря искусству создавать и налаживать новые связи. Это реально может превратиться в что-то особенное и замечательное. Это изображение темное, но я хотел бы про него немного рассказать. Для того, чтобы достигать этих целей, нам требуются платформы для коллаборации художников, урбанистов, программистов, ученых, и делать все это вместе. Мы должны вместе мечтать! Спасибо! Давайте еще раз поменяемся микрофонами. Я думаю, вы думаете, «Господи, опять он!» Но меня попросили модерировать обсуждение, дискуссию между вами. Поэтому спасибо вам огромное за безумно прекрасную презентацию. Я постараюсь как можно меньше говорить. Я уверен, что вопросы будут от аудитории непосредственно. Когда мы эту программу составляли, один из вопросов, который пришел в голову, это взаимоотношение между данными, как связь между данными, как что-то, как материал для креативного процесса, для творческого процесса. Кстати, здорово, что вы обе как раз к этому подходите с разных углов. И истории непосредственно, которые данные несут, контент, содержание, то, для чего мы данные вообще используем. Я думаю, что мы можем начать с очень простого вопроса. А именно, бывает такое, что данных чересчур много, информации чересчур много. Бывает такое, чрезмерно? Мне кажется, мне нравится книжка Увала Харари, «Homo Deus», и он говорит о том, что скоро все религии позабудут, останется только одна религия, датаизм, или данаизм, в некоторых переводах так. И вот ему это, ему нравится говорить о том, что Google и Facebook будут вас знать лучше, чем вы сами. Нет, он говорит, что Facebook и Google будут знать о вас, больше, чем ваша матушка. Все данные биологические. Я не знаю, даже сердце ваше, биение, сердцебиение, когда вы с Сюзан, с Кэррол или с Марком встречаетесь, будут сохраняться и становиться достоянием истории. Биологически, а вас будет известно все. Данных будет чересчур много, и с этим будет сложно работать, мне кажется. что касается городских данных, чем больше данных, у тебя тем больше работы. Надо проделывать, чтобы осмыслить эти данные, для того, чтобы найти что-то доступное, что-то полезное. Мне кажется, что нельзя говорить об этом, как бывает чересчур много данных, но чем больше данных, тем сложнее их визуализировать. Данные сейчас нужны более качественно, и данных нужно не больше, а лучшего качества. Давайте еще один микрофон нам все-таки принесем, так будет удобнее. Ну, видите, сижу я тут рядом с экраном, и на меня эти данные проливаются большие. Один вопрос для вас обеих. Вы говорите про то, что в вашей работе вам приходится часто делать предсказания. И мне кажется, что использование данных для прогнозирования, для предсказания, вот проект с велосипедами, вот вы качественные прогнозы используете, а вы немножко другого плана прогнозы построите. Так вот, мне кажется, использование данных для прогнозов вообще, как у вас с этим дела обстоят, для чего? Я вообще ничего не предсказываю, я мечтаю. Я мечтатель, что еще я могу сказать? Ну, вы знаете, иногда художники и мечтатели вдохновляют людей, которые уже создают реально что-то грандиозное, и я надеюсь, что это вдохновение мое кому-то передастся. Да, мне кажется, мы можем использовать данные для прогнозирования будущего. Есть машины обучения, которые этим как раз занимаются. Вот, пожалуй, и все. Еще один вопрос, который у меня на языке вращался. Вот эффект галлюцинирования, на самом деле, насколько велик, когда вы выстраиваете отношения с данными. Вот говорите, что вы мечтаете, вы используете данные, чтобы мечтать, и рассказываете, ведете свой рассказ, историю, нарратив оттуда. Вопрос. А вот данные для того, чтобы галлюцинировать, можно использовать, для того, чтобы представить потенциальное будущее, которое может быть нереальным в некоторых случаях? Мне кажется, если мы говорим о мечтании, о мечтах, данные иногда помогают нам понять самих себя. Потому что, когда, вот, Харари говорил о том, что не всегда это бывает, иногда бывает, и думаешь, это не мои мысли. И когда мы думаем, мы принимаем неправильно, наверное, сейчас решение, да, скорее всего, такое решение и не будет. Да, мы вообще биологические виды, поэтому часто основываем свое решение на настроении, на каком-то контексте. Поэтому очень важно понимать реальность, реальность фактическую, фактиологическую, вокруг нас. Как только мы поймем себя, мы начнем лучше понимать наши города, мы начнем лучше понимать наше сообщество. И да, давайте начнем с психологии. Давайте начнем мечтать и галлюцинировать. Давайте представлять данные о себе, прежде всего. То есть, не какие-то замечательные конструкты в городе. Давайте сначала разберемся с простым вопросом, а мы-то кто?